Продолжение следует... Друзья, сразу хочу отметить то, что на следующей неделе у нас статистики будет уже не просто гораздо больше, а в разы в прямом смысле. И, безусловно, мы будем уделять очень много внимания статистике американского происхождения, поскольку первая неделя традиционно нас она встречает отчетом по американскому рынку труда. Non-Farm Perils – это следующая пятидневка, пятница. Безусловно, друзья, более стоящего сейчас релиза для оценки перспектив дальнейшего устощения монетарной политики найти будет очень трудно, тем более, что сам ФРС уже неоднократно нам доказывал и давал понять то, что дальнейшие решения, касающиеся нормализации денежно-кредитной политики, будут соответствовать ситуации с статистикой. Мы знаем то, что для американского регулятора есть два определяющих отчета – это рынок труда и инфляция. Но помним, что параллельно с выходом данных по количеству новых рабочих мест выходит еще статистика по уровню роста азартных плат. Азартные платы мы традиционно с вами используем в качестве такого предвосхищающего индикатора будущего показателя инфляции. Поэтому следующая неделя будет довольно-таки интересной. Я надеюсь, друзья, что вы не растеряете за выходные позитивный настрой. Сохраните бодрое расположение духа, потому что мне понадобятся все ваши силы. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас на повестке сегодняшней торговой сессии. В центре внимания всей недели, учитывая беспрецедентные движения, скажем так, особенно в разрезе с фундаментом, мы эти движения видели по фунту, по европейской валюте и по канадцу. И сегодня, я еще вчера готовился к тому, что нас ждет целая порция макроэкономических данных, которые в прямом смысле способны повлиять на динамиковые инструменты, о которых я только что сказал. В 11.30, буквально через 2 часа ровно, будут опубликованы данные по ВВП Англии. В 12.00 выйдет отсчет по инфляции в еврозоне, нас интересует базовое значение индекса потребительских цен. И в 15.30 данные по тэпам экономического роста Канады. Если есть возможность, друзья, понаблюдайте, пожалуйста, за статистикой сегодня, потому что, возможно, она станет переломной в тех движениях, которые мы видим. И мой субъективный прогноз, я искренне верю, визуализирую то, что эти отчеты смогут, собственно, развернуть инструменты, смогут и Канадцу объяснить, и европейскому валюту, и фунту, почему они должны стоить сейчас гораздо меньше текущих значений. Надеюсь, что вместе с вашими силами нашей визуализации будет уже достаточно, чтобы толкнуть те инструменты, которыми мы спекулируем, в нужном нам направлении. Ну, давайте чуть подробнее поговорим об основном наборе активов. Начнем мы традиционно с нефти. Клод вчерашнего дня 47.53. Сейчас инструмент торгуется чуть повыше. 47.89. Закрытие, как и предполагали, на отрицательной территории. Но сегодня актив снова растет, хотя еще не вечер. Мы и вчера видели на азиатской сессии, как интерес к нефти сохранялся. Поэтому сегодня может ситуация повториться. Но я верю, что мы закроем неделю все-таки на отрицательной территории. И надеюсь, что сегодня этому способствует будет еще и отчет, который мы ожидаем в 20.00 по московскому времени. Это статистика Baker Hughes, которая примечательна тем, что может стать уже 24 неделей подряд рост числа нефтиных терминалов. На текущий момент их уже 758 штук. Вы наверняка помните то, что речь идет о самом высоком показателе значений единиц за последние два с половиной года. Рост числа терминалов существенный. И учитывая то, что мы уже оценивали показатели спроса и приложения, мы знаем, что технологии, которые используются с ланцевыми производителями в Штатах, уже повысили уровень рентабельности. Поэтому этот бизнес считается даже рентабельным при ценах на нефть в 40 долларов за баррель. Нет ни единого повода отмечать то, что этот восстановительный тренд, этот тренд роста будет прерван. Поэтому со свойственным позитивом, может быть, чрезмерной, скажем, убежденностью я продолжаю делать ставку на то, что статистика сегодняшнего дня сможет поспособствовать нашей короткой позиции и все-таки снова приблизить бренд в район 45 долларов за баррель. Добавляем к этому еще эффект пятницы, традиционное закрытие недели и фиксация результата. Ну а что касается роста, друзья, который мы видели в последние две торговые сессии, он был связан со статистикой по изменению показателя добычи. Действительно, цифра выдающаяся на фоне тех релизов, которые мы получали в последние месяцы. Объемы добычи снизились сразу на 100 тысяч баррелей до 9,3 миллиона баррелей от сутки по производству. Но мы помним, что есть у этого четкая, ясная, я думаю, что всем понятная причина. Это форс-мажорный показатель, поэтому в основу этого форс-мажорного показателя легкосезонный такой фактор, если можно сказать так, временное явление. Это шторм тропический в Мексиканском заливе, который привел к приостановке работы нескольких нефтяных станций и терминалов. И логичным образом это все сказалось на объемах добычи. То есть, если наши расчеты верны, буквально со следующей недели мы снова вернемся к тенденции роста и будем понемногу набирать вот этот спад на 100 тысяч. Я надеюсь, что в рамках месяца мы сможем все это быстренько наверстать и вернемся к прогнозам от администрации на этической информации, в соответствии с которыми до конца этого года в Штатах объемы добычи вырастут еще на 400 тысяч баррелей в сутки. Я считаю, что мы реально можем претендовать на планку в 10 миллионов, ну, если не до конца этого года по производству в США, то, по крайней мере, с легким заходом на 2018 год. Важно то, что из-за этой статистики проблема перепроизводства сохранится, сохранится главный триггер для нашей с вами продажной сделки. А сегодня, еще раз повторяюсь, ждем отчет Бекер-Хьюса в 20.00 по московскому времени, ждем поддержки для СЭЛа и ждем давления для котировок черного золота бренды WTI. Российская валюта 59.26 сбавляет позиции против доллара, явно тоже предвкушает и опасается, что котировки нефти могут серьезно просесть и готовиться к тому, чтобы скрепиться выше 60. Если мы сейчас посмотрим на рублевую стоимость баррелей нефти, то сможем увидеть, как стоимость сейчас барреля, если перемножим текущие цены по бренду на курс рубля, получится ниже 3000 рублей. Думаю, что внимательно слушающие и наблюдающие, не пропускающие трейдеры брифинги знают, что 3000 это, конечно же, очень мало, это проблема для показателей достаточности федерального бюджета, это то, что способствует разрастанию дефицита бюджета России. Нужен показатель выше 3000, сейчас это 2800 с небольшим рублей за баррель. Еще наверняка вы просматриваете новостные сводки, снова много разговоров по санкционной активности, агрессии в адрес России, есть даже разговоры о том, что США могут в ближайшее время заблокировать, скажем, или стать инициаторами и запрета покупок российских долговых инструментов вообще в мире. Если это произойдет, конечно же, тоже окажет дополнительное давление на курс рубля. Ну и еще много факторов статистических по российской экономике. Если вас интересует состояние промышленности, сфера услуг, если вас интересуют показатели инвестиций в российскую экономику, уровень дефицита бюджета, вы можете посмотреть на соответствующих порталах, которые подбивают статистику по отдельным регионам, чтобы убедиться в том, что позитива, друзья, нету, тем более его нету, глядя на текущую динамику экономического роста и понимая то, что рубль может серьезно ослабнуть по факту снижения котировок нефти. Мы ждем более оправданные ценовые значения, понимаем то, что рубль перекуплен, ждем то, чтобы пара доллар-рубля оказалась выше 60. Я думаю, что на текущем этапе более-менее справедливой отметкой является котировка 62 рубля против американца. Евро продолжает ролировать, сейчас котировки уже 11, 14, 38, участники рынка пытаются спешно найти же причины оправдания такого роста в фундаменте. Фундамент, признают, был интересным, это комментарий Драги во время его выступления в Португалии по поводу того, что политика ЕЦБ остается адаптивной и ЕЦБ готов пересматривать монетарный курс при улучшении экономической ситуации. Мы с вами вчера об этом говорили, я коснулся темы, наверное, всем очевидного вывода, который присутствовал на рынке, то, что трейдеры высмотрели в этих комментариях намек на возможный отказ от агрессивных экономических стимулов. Но даже нам не нужно было делать такие выводы, потому что Европейский Центральный Банк после конференции Драги, после того, как увидел рост европейской валюты, сам попробовал провести разбор полетов и работу над ошибками, отметив то, что участники рынка неправильно терпортировали слова Драги. Драги сделал акцент на допущение более длительного периода низкой инфляции, но не ужесточения монетарной политики. Вместо того, чтобы развернуть европейскую валюту и все-таки снова вернуть к уровням, на которых пара евро-доллар торговалась в течение многих недель, это отметка 1.12, чуть ниже, чуть выше, мы продолжаем наблюдать перепись многомесячных максимумов, сейчас это уже годовой максимум против доллара, и, судя по всему, европейская валюта готова, чтобы протестировать даже банку 1.1450 и, может быть, даже двинуться выше. То, что евро растет, и это уже пугает, в том числе и монетарные власти, доказывает тот факт, что Бундесбанк, который обычно был довольно критически настроен к политике Европейского Центрального Банка по мягкому вектору экономического курса, Бундесбанк вчера дал комментарий о том, что мягкая политика все-таки действительно необходима, пытаясь тоже своими силами повлиять на то, что происходит сейчас с курсом, потому что дорогая валюта, тем более настолько дорогая, за такой короткий промежуток времени европейским властям явно не нужна. И я вчера делал акцент, друзья, на то, что рост пары евро-доллар примерно в район 1.15, это еще один фактор, еще одна причина, которая станет давлеющей на показатели инфляции. А инфляция – это основополагающая ориентир для европейских монетарных властей. Надеюсь, то, что все-таки участники рынка, трейдеры, ты или те, кто толкает евро сейчас вверх, вот к этим космическим уровням все-таки остановятся, одумаются и начнут постепенно тормозить это ранее, с последующим разворотом. Мы, друзья, сейчас рисковать подкосроки не должны, потому что волатильность, сами видите, очень серьезная. Европейская валюта может также легко прибавить сотку пунктов, так же, как и потерять больше 100. Я пока что предлагаю все-таки завершить неделю в ряде сторонних наблюдателей, посидеть на заборе. В понедельник мы вернемся к евро, как и всегда, и посмотрим, что делать дальше с европейской валютой. Ну а тем, кто долгосрочным продал евро, здесь остается только ждать вот этого разворота. Я надеюсь, то, что он уже не загорает. И, честно говоря, признаюсь, друзья, думаю, что сегодня это уже может произойти, потому что в 12.00 выйдут данные по инфляции, общий показатель индекса потребительских цен и базовых значений инфляции. Если посмотрите на прогнозы ожидания рынков, есть вероятность увидеть снижение этого индекса. И я думаю, то, что лучше слов, конечно же, может сказать статистика. В случае сохранения прежнего давления на показатели инфляции, трейдерам придется задуматься о том, а действительно ли ЦБ выйдет из программы количественного смягчения и будет повышать процентные ставки на фоне текущих показателей индекса потребительских цен и инфляции. Если выводы будут правильно сделаны, друзья, то коррекцию мы увидим уже сегодня под занавес, собственно, текущей недели. Дальше идем. Фунт против доллара. Ралли британца связано не только с тем восходящим движением, которое мы битьли на евро. В отношении фунта есть собственный внутренний триггер. Это последний комментарий Карни, который также допустил возможность отказа от некоторых экономических стимулов и повышения процентной ставки. Но я снова указываю и призываю вас, друзья, еще раз поразмыслить над тем, готов ли Банк Англии пойти на, собственно, ужесточение условий внутреннего кредитования с учетом таких показателей по промышленному производству, с учетом скромного экономического роста и чрезмерного роста индекса потребительских цен. Здесь в этой теме можно вариться сколько угодно. Я старался вам на протяжении последних нескольких недель давать аргументы, почему с повышением процентной ставки торопиться не стоит. Я надеюсь, что все-таки к такой позиции придут и монетарные власти Англии. И сегодня, кстати, у нас в 11.30, уже через час 45, совсем скоро приближается это заветное показание времени, сегодня будут данные по экономическому росту Англии. Если руководствоваться практикой реалии логичных, собственно, цифр на факт слабости промышленности и других секторов экономики на факт снижения потребительской активности, крайне разочаровывающие показатели роничной продажи, мы сегодня никак не можем надеяться на хорошие цифры по ОВП. Поэтому лучше сделать ставку на то, что статистика будет хуже, и очередной провал экономического роста должен стать еще одним аргументом для монетарных властей не торопиться с ужесточением монетарной политики. То есть сегодня показатель ОВП будет иметь двойную смысловую нагрузку. Если все пойдет как по маслу, если все сложится так, как мы с вами прогнозируем, сегодня должен произойти серьезный разворот и по паре фунт-доллар. Я на это также рассчитываю. Доллар японская иена, друзья, сейчас котируется на отметке 111.83. Волатильность этой валютной пары не такая существенная, как других валютных активов. Пара держится на отметке 112. Вчера вышел целый блок статистики, заявки на пособие по безработице, 244 тысячи новых обращений. Снова хорошая цифра. Готовит нас такая статистика к не менее выдающимся результатам по Non-Farm Quirals. То есть следующая пятница и поддержки для длинной идеи по доллару. Годовые данные по ОВП также пересмотрены с повышением с 1,2%. Мы выросли до 1,4%. Произошло это за счет пересмотренных показателей по экспорту. То в соответствии с текущей динамикой есть прогнозы, в соответствии с которыми второй квартал может оказаться гораздо лучше. Сейчас по скромным подсчетам ожидается то, что ОВП вырастет примерно на 3-3,2% по итогам второго квартала. Я тоже верю в эти цифры. Вчера, собственно, обвалился американский фондовый рынок. Друзья, здесь нужно искать причины в скепсисе относительно реформ Трампа. Действительно, почему-то вчера, по прошествии практически двух дней после очередного провала с прохождением реформы здравоохранения, к этой теме вернулись и начали переживать за то, что вот эта резина так и будет тянуться администрации Трампа буквально до конца 2017 года. То есть Трампа без реформы здравоохранения и с учетом потери политических очков и политического веса, скорее всего, не сможет приглашать ничего более конкретного по налоговой реформе, по реформе дерегулирования финансового сектора и увеличения бюджетных отрат. Я думаю, что учитывая противоречивость и скандальность фигуры Трампа, не стоит на нем ставить крест. Он довольно-таки непредсказуемая личность, поэтому если спустя, скажем, месяц мы все-таки вернемся к теме возможностей реализации этих реформ, наверное, никто и не удивится. Нам самое главное не упускать из виду то, что сейчас на рынке США есть потенциальный серьезный катализатор, который стоит только подождать. И плюс ко всему у нас есть еще позиция американского регулятора, который четко дал понять, что будет и дальше двигаться по пути дальнейшего роста процентных ставок. Поэтому по доллару и японской иене давайте сохранять длинные позиции и ставить на закрепение этого валютного дуэта активов выше отметки 113,5-114. И пару слов еще отмечу про доллар канадец, который вчера у нас приписал 5-месячный минимум. Основной триггер роста остается ожидание того, что Банк Канады поднимет процентную ставку уже даже в июле. На текущий момент вероятность таких изменений составляет 44%, хотя еще в пятницу, когда мы увидели слабый отчет по инфляции, вероятность снизилась с 44%, точнее с 35% тогда было, до 20%. Мы видим, как каждый слабый макроэгономический отчет серьезно корректирует ожидание рынка по скорому ужесточению монетарной политики в Канаде. Я надеюсь, что сегодня в 15.30, когда выйдут данные по ОООП Канады, эта статистика больше будет на руку медведям, нежели быкам. В случае слабой цифры трейдеры снова зададутся и озадачиваться вопросом того, будет ли Банк Канады так скоро повышать процентную ставку. И я думаю, что при плохом статистическом отчете ответ на этот вопрос будет дан и поспособствует тому, чтобы мы вернулись повыше текущих значений по паре доллар-канадица. Я также отметил в начале брифинга то, что сегодня есть ожидание увидеть более слабые цены на нефть. И если допустить тот факт, что последние 3-4 дня канадская валюта укреплялась благодаря восстановлению цен на нефть, то сегодня мы правы рассчитывать и на обратную динамику по канадцу. То есть есть потенциальные ожидания снижения цен на нефть и есть вероятность увидеть плохие цифры по ОООП. Поэтому, друзья, я советую использовать текущее значение 1.30 либо для занятия дополнительных позиций по покупке доллара против канадца, либо для того, чтобы подстегнуть собственную убежденность в том, что эта пара закрепится гораздо выше уровня 1.32. То есть вернется к тем уровням, с которых мы начинали вот этот потенциально длинный трейд, который не оправдался за короткий промежуток времени, хотя мы на это очень сильно надеялись. Еще отмечу такой негативный момент, который почему-то рынком был проигнорирован. Вчера во время выступления представителя американского регулятора Булларда очень много было комментариев по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Ну и также Буллард отметил все еще актуальный вопрос пересмотра торговых соглашений НАФТО. То есть этот вопрос остается на повестке обсуждения. Вы помните то, что одним из союзников и участников этого договора является как раз Канада. Примерно чуть больше месяца назад мы эту тему также активно обсуждали и видели в ней массу негатива. Да и сам канадский доллар активно валился на рисках того, что это соглашение Североамериканского альянса может оказаться уже на гораздо более худших условиях для Канады. Про эту тему тоже ни в коем случае не забывайте. Это еще один негативный фактор, который может проявиться и привести к росту пары доллар-канадица. Ну а по остальным инструментам все без изменений. Каких-то интересных событий не произошло. Надеюсь, что на следующей неделе будет больше, собственно, поводов для обсуждения. По основным релизам сегодняшнего дня, еще раз напоминаю, ВВП Англии через час 40 в 12.00 данные по инфляции в Еврозоне, в 15.30 личные доходы и расходы, в 15.30 темпы экономического роста Канады, в 20.00 статистика по экерхьюз по количеству нитейных терминалов. Разобрали мы уже, что ожидать от них остается только рассчитывать на то, что наш прогноз сегодня оправдается, и мы сможем все-таки спуститься с небес по ряду рисковых инструментов и сможем увидеть небольшой, но пусть и рост американского доллара. Друзья, хорошей вам торговой сессии, хорошего завершения недели, хороших выходных. Увидимся с вами, соответственно, в понедельник на брифинге в 9.30 по московскому времени, еще в ходе вебинара, который состоится в 16.30 также по Москве. Всего доброго, до свидания.